Приветствую вас и ваш коллега достаточно полно ответила по вопросу с точки зрения физиологической стороны, с точки зрения медицинской стороны. Ну, а я постараюсь ответить вам на ваш вопрос именно в позиции психологии. Почему я хотел бы сразу обозначить этот момент, потому что память это тот элемент, или лучше сказать, наверное, даже компонент, который один из очень сложных, один из очень многосторонних функций человеческого мозга, человеческого организма, и мне бы не хотелось, чтобы вы думали, что какой-то аспект из тех, что перечислила моя коллега, является неверным. Значит, первое, что нужно уяснить, первое, что нужно уточнить у вас, это с какого момента ваша память стала хуже. То есть, как вы, как вы заметили, что стали хуже помнить какие-то вещи? Понимаете, если на этот момент у вас влиял какой-то определенный комплекс, какая-то определенная совокупность вещей, то, прежде всего, желательно исключить эти самые элементы из вашей жизни. То есть, по вашему письму, я, прошу прощения, могу ошибаться, но по вашему письму получается так, что работать вы начали какое-то время, а память у вас начала включаться спустя какой-то, тоже какой-то промежуток времени. Значит, вероятно, какие-то обстоятельства к этому подвигли, какие-то обстоятельства спровоцировали ухудшение памяти, и вот в первую очередь с этими обстоятельствами, а именно с их купированием и их устранением, и нужно в первую очередь работать. То есть, постарайтесь проанализировать, вот, что именно происходило перед непосредственным улучшением памяти, и постарайтесь эти аспекты нейтрализовать. Следующий важный момент. Ухудшение памяти проявляется в основном в двух ключевых элементах. Первый ключевой элемент заключается в запоминании, то есть, то есть, невозможность запомнить какие-то вещи, потеря запоминательной функции, запечатляющей функции вашей памяти. То есть, вы не можете в течение короткого времени, точнее, по стечению короткого времени воспроизвести какие-то моменты. Если это действительно так, если вы не можете воспроизвести какие-то моменты в течение определенного времени, достаточно короткого по своей прозвращительности, то в таком случае можно и нужно говорить о том, что вам нужно тренировать именно аспект запоминательный. То есть, вам нужно специально тренироваться, запоминать, может быть, стихии, может быть, какие-то моменты, связанные с воспроизведением, и, таким образом, тренировать именно вот эту запечатляющую функцию. Если стихи не нравятся, то можно вполне реально за вместо стихотворений предложить вам пересказывать какой-то текст, может быть, какие-то сюжеты из того, что вы видите, из того, что вы там смотрите, то есть, вот более приятные вам вещи. Таким образом, это нужно делать обязательно, то есть, в обязательном порядке необходимо запоминать, заучив какие-то вещи, без этого бесполезно что-либо делать, то есть, при, вот, в очень равных условиях, память нужно тренировать именно заучиванием. Следующий момент, который касается внимания, то есть, память можно еще охарактеризовать как устойчивость внимания, и если вы, например, чувствуете себя рассеянным, то, соответственно, ваше внимание теряет свою концентрацию, теряет свой фокус, и тем самым вы ничего не запоминаете. Здесь, пожалуй, вам подойдет упражнение на регуляцию внимания, то есть, тут достаточно легкий прием, когда вы кладете перед собой, скажем, какой-то предмет, и концентрируете на нем свое внимание, ни о чем другом, только ни о чем другом не думая. Это поможет вам тренировать свое внимание, чтобы оно не рассеивалось, чтобы вы не отвлекались, чтобы вы могли в полной мере, в полной степени воспринимать и работать с теми объектами, с которыми вы сталкиваетесь в своей жизни, без ущерба для них. Давайте еще раз немножечко подробнее про упражнения. Значит, вы кладете перед собой, например, листок белой бумаги, и какое-то время, скажем, для начала, это будет небольшой промежуток времени, скажем, 5 минут, вы концентрируете свое внимание исключительно на нем, и думаете только об этом листке бумаги, и не о чем больше. Таким образом вы достигаете этой самой цели, вы тренируете свое внимание. Если в течение, скажем, вот вам будет некомфортно, это нужно предупредить, вам будет некомфортно, вам будет тяжело концентрировать свое внимание на предмете, потому что, ну, вы по понятным причинам не привыкли этого делать, и, наверное, вам покажется это скучным занятие, но если вы хотите свою память восстановить, то это обязательно нужно делать. Значит, хотя бы вот 3-4 дня вы на 5 минут ставите себе время гонезрации на определенном предмете, да, ну, пусть это будет, вот, скажем, листок бумаги. Далее, пусть это время увеличится, пусть времени будет больше, пусть это будет уже, скажем, не 5 минут, а 10 минут, там, или около того. То есть, чтобы вам было вот с чем работать, чтобы повышалось время, которое вы тратите на гонезрацию внимания. И чем больше у вас будет это самое концентрация внимания, тем лучше вы будете концентрироваться на каких-то вещах и гораздо меньше будет вероятность того, что вы что-то забудете, что-то из вашей памяти уйдет, что-то из вашего, от вашего внимания, даже, ускользнет, и, собственно, ваша способность к восприятию информации, ваша способность к запоминанию, к воспроизведению, будет только увеличиваться и расти. В принципе, на этом можно было бы закончить чисто психологический аспект, по моему мнению. Возможно, есть еще какие-то упражнения на память, тут, в принципе, несложно хотя бы обратиться к поиску, уверен, там много очень запоминатных упражнений есть, еще и из педагогики, из других профессий, специально разрабатывается ряд упражнений для того, чтобы тренировать память. Но, мне бы хотелось еще сказать, что вам нужно отдыхать. Поскольку у вас время работы не совсем стандартное, то я бы рекомендовал бы вам очень настоятельно ну, как-то вот озаботиться полноценным отдыхом, досугом, чтобы вы прям нормально себя чувствовали, чтобы вы полноценно выспались, чтобы вы ощущали себя хорошо, чтобы обязательно была физическая нагрузка, чтобы обязательно было расслабление полное, да, то есть, чтобы важно существовать, понимаете, важно существовать нагрузку, напряжение и релаксацию. Если вы делать этого не будете, то, соответственно, усталость будет копиться. В общем, в случае, в силу того, что вы работаете до двух часов дня, ой, до двух часов ночи, я прошу прощения, основное время, когда люди спят, основное люди, основное время, когда наиболее полноценный сон, вот это время вы работаете. И это, на самом деле, очень плохо для вас, потому что это влияет на качество вашего сна. И вот, чтобы это восполнить, нужно как раз-таки использовать все возможные средства, начиная от нагрузки, от релаксации, от расслабления и заканчивая тем, что вам нужно ложиться в таз в строго определенное время, например, в три часа ночи, то есть, вот, заканчивайте, в три вложитесь и так вы можете, в принципе, высыпаться. Вот, пожалуй, и все, что можно вам посоветовать для того, чтобы улучшить таз. Я думаю, что вопрос, который вы задаете, с изрядной долей вероятности можно было бы задать еще и в раздел медицины, там могли бы вам подсказать именно препараты, которые можно было бы вам пропить для улучшения памяти. потому что все-таки психологи это не медики и мы не имеем права рекомендовать какие-либо медицинские средства, именно химические средства для работы вашего организма. Поэтому за этим я думаю вам имеет смысл обратиться в раздел медицины, да, вам помогут. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи. 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 Удачи.